Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в нашей виртуальной студии, которая связывает Бруклин, Нью-Йорк и Ферлон, Нью-Джерси. И гость нашей сегодняшней программы становится также гостем в ваших домах. Я рад представить сегодня вам моего дорогого друга Илью Бродского. Привет, Илья! Привет, Лёва! Рад видеть тебя. И действительно, я помню, как с 1986 года, когда мы впервые познакомились, мы и дружим, и мне есть очень многому у тебя научиться. И в последнее время, особенно твои, так сказать, возможности и способности ментальных боевых искусств тайчи, а именно медитации, которые являются основой вообще боевых искусств, конечно, вообще жизненных каких-то навыков, является тем вопросом, который бы хотел с тобой обсудить. Например, в нашей молодежной организации, не только даже вот в Рэйдж, а так называемой ОЛАМИ, это по кампусам студенты молодые, если я не ошибаюсь, 600 человек молодых сегодня в Америке регулярно медитируют частью еврейской образовательной программы. Как нам могла бы сегодня помочь медитация? Ну, медитация, в принципе, давай начнем с того, что такое медитация. Медитация, мы все представляем себя, закрыл глаза, сел в позу лотоса и стал что-то там представлять. На самом деле, греки определили медитацию, это как исследование себя. То есть, если мы исследуем себя, мы находим что-то такое, что нам мешает жить, что нам мешает сделать из себя того человека, которого мы хотим сделать. Поэтому медитация, сама по себе, имеет много-много уровней. В данный момент, что ты хочешь со мной поговорить сейчас, как медитация, как может помочь нам в карантине, правильно? Не знаешь, я согласен с тобой скорее. Потому что, действительно, для того, чтобы она помогла, надо вообще понять, что это такое. Для меня, например, впервые я вообще увидел медитацию в связи с Торой или еврейскими какими-то ценностями в книге рабы Ари Каплана, которая, по-моему, так называется, Jewish Meditation, если я не ошибаюсь. Да. Поэтому я бы даже, может быть, попросил тебе несколько слов сказать, кто такой, кем был рабы Ари Каплана. Окей. Очень интересно, потому что я только что начал такой же курс. Окей. Очень-очень интересно. Для того, чтобы мне рассказывать о Ари Каплане, я должен рассказать о себе. Потому что, как только мы рассказываем о чем-то, что близкое нам, мы не можем донести до наших слушателей, если мы в это не вложим свое сердце. Иначе это просто будет exercise в логистике, в логике. Когда я стал религиозным, давным-давно, в 86-м году, когда мы еще с тобой встретились, я не мог принять вот этот ламбус, это обучение Тори. Гемора мне не улыбалась, я нифига не понимал. Но общее состояние было то, что я понимал, что религия – это для меня. То есть я должен был быть евреем, еврейство я оценил. И поэтому для меня то, что мне давали в обычных ортодоксальных кругах, не работало. Так же, как для многих людей они работают, там, средняя школа, она создана для определенного ученика. То есть есть ученики, которые выпадают из этого всего. Слава Богу, я из этого не выпал. Когда я открыл книжки, которые мне порекомендовали Раббе Каплана в то время, это только в 86-м году. То есть мы когда как раз с тобой встретились, я приехал в 82-м. То есть его книжки стали выходить на публику в 82-м, 83-м, 84-м. Во-первых, меня поразило то, что он перевел с Ладина, Мюан Луэс. Он сам научился Ладина. Ладина – это древний испанский идыш. То же самое, как идыш, у нас есть комбинация русского, немецкого, английского, французского. То же самое для Сфарадин, для испанских евреев был Ладина. Он перевел, насколько я не ошибаюсь, 30 томов с Ладина. Меньше, 22 тома. 22 тома с Ладина. Ладина, Яков Кули, раба Яков Кули, который написал Мюан Луэс, создавал это все для того, чтобы евреи в то время, и мы говорим о 14-м, 15-м веке, евреи, даже раньше, евреи тогда были не образованы. То есть существовала определенная группа людей, которая была очень образована. Но мы говорим об Испании, где зарождалась кабала нашего времени, и очень много вещей. Но основная масса была не образована, так же, как в России. Поэтому для того, чтобы объяснить Тору, людям, которые занимаются коммерс, которые занимаются обычной жизнью, была написана эта книга. Книга состояла из комментариев на... и состоит из комментариев на главы. И в этих комментариях очень много мидраша, то есть очень много сказаний. В этих комментариях очень много мистик. Когда я открыл Мюан Луэс, мне понравились эти комментарии. И я оставил читать больше. В то время, в 1984 году, вышла его книга... Вышла его книга Сейфа и Цира. Сейфа и Цира – это книга о создании мира. Для меня эта книга послужила ключом к всему иудаизму. Вышла книга «Медитация кабала», «Медитация и Библия». После этого вышла книга про еврейскую медитацию. Но, опять же, для меня лично, еврейская медитация, кабала и Библия не послужили ключом к иудаизму. Для меня Сейфа и Цира, Сейфа создания – вот это моя книга, которая меня открывает. Которая мне близка. Почему она мне близка? Потому что он говорит о создании Всевышнего нашего мира посредством 32 путей знания. Один из 32 пути здания – это для каждого человека может быть свой определенный путь. Почему? Потому что это соединение различных сферот различными путями. Различные сферот соединены по-разному, геометрические фигуры по-разному. Внутри сферот различные чувства, звуки, цвета, идеи, персонажи. И поэтому для меня вот это было что-то, что меня открыло, или что меня открыло дверь в иудаизм. На меня это произвело настолько большое впечатление, что всю жизнь я только о нем и думал. Об Рабе Каплане. Потому что я больше никого не нашел на таком же уровне, за исключением моего учителя из Ешима университета по Тайчи, и по Хибру, и по Библикал Акеологи. Я никого не мог найти в своей жизни, кто так easy, так просто может описать и открыть глубочайшие вещи. Поэтому Рабе Каплан и был нанят NCSY в свое время, для того, чтобы он написал панфлеты на разные темы. Причем эти панфлеты, например, панфлет о возрасте мира, панфлет от Феллини, панфлет «Кто такой Бог?» Это настолько глубочайшие труды, что они могут сравниться с частью Мишны, Геморы, потому что они в себя включают настолько много разносторонних знаний и путей к понятию Всевышнего, что только эти панфлеты можно читать полностью, всю свою жизнь. Потому что они тебя ведут к другому, и другому, и другому. Я, кстати, хочу упомянуть, Илья, мгновение, я говорил с таким Геннадием Спинадель, я не знаю, знаешь ли ты его переводчиком, в частности, Рабе Ари Каплана. Он говорит, что первую книгу, которую он проявил, по-моему, еще в бывшем Советском Союзе, называлась «Если бы я был Богом». Да, ты исчез у меня немножко, но да, «Если бы я был Богом». Это маленький панфлет. Да, он говорит, что это меняло людей. Вот эта маленькая книжка. Я скажу, что книга Ари Каплана о субботе, вот я когда в синагоге должен был начать преподавать законы субботы, я подумал, как не сделать это сухо, а как объяснить вообще, что такое суббота. Этот панфлет ошеломляющей глубины, как и любой другой. То есть величие Рабе Каплана было в том, что он мог глубочайшие темы раскрывать простым языком для подростков. НСС Уайт организация, который занимался подростками. И, может быть, ты скажешь нам пару слов о нем. Он ведь удивительный судьбы человек. Величие, я с тобой полностью согласен, что величие Рабе Каплана, он мог раскрыть что-то для не только подростков, но и для людей. Величие Рабе Каплана состоит в том, что с его умом, с его пониманием всего и глубочайшим великим интеллектом он одновременно, как все великие люди в иудаизме, соединил две стороны. С одной стороны Литвища, обучение нашим трудам и наших изучениям мудрецов, так как мы в Литвища и Шивах, и одновременно хасидизм. Ведь Рабе Каплан перевел для Бреслов институт сказки Рабе Нахмана. Он перевел труды Рабе Нахмана. Рабе Крейма, который, к сожалению, сейчас лежит в больнице в Израиле, он был в Востоке, его отец-ин-лоу Рабе Розенфелд, который руководил Бреслова Хасидим в Бруклине на Брайтон-Биче, он нашел Рабе Каплана. И Рабе Каплан перевел сказки и труды Бреслова с блестяще, просто блестяще. Они сами не ожидали, как это может быть переведено. Что это говорит? Это говорит, что у человека, кроме холодного интеллекта, который раздвигает страницы геморрой и понимает, как изучать ее и как ее расчленять и добираться до самой сути, у человека необычайное сердце, необычайный emotional мир, эмоциональный мир, необычальный взгляд во все стороны иудаизма. Да, Илья, я хочу только все-таки напомнить, может быть, ты скажешь, он ведь не был рожден в семье Рабина. Нет. Он ведь получил секулярное образование. Кто он? В принципе, он пришел к религии где-то... Мы не знаем, когда он пришел к религии. И скажем так, мы знаем, что он пришел к религии в очень юном возрасте, 12, 13, 14 лет. Если посмотришь тут, скажут это, если посмотришь так, скажем это. Его семья в данный момент очень... до сих пор, до сих пор разочарованно и расстроена и поражена его быстрой скоропостижной смертью. Он умер в 48 лет от... в шаббат, или в моце-шаббат, от сердечного приступа. Он... после того, как он стал религиозным, он пошел учиться. Он учился в Тор-Авадас. Подожди секундочку. До того, как он пошел в Тор-Авадас, он же стал физиком. Он же был крупнейшим физиком. Одновременно был. Одновременно? Это было одновременно и потом, да. Ага, давай, извини. Окей. Он учился в Тор-Авадас. Он потом получил... он учился в Мэриленд на... потом физику. Не все наши телезрители знают, что Тор-Авадас – одна из крупнейших американских ешив. Да. И потом он учился в Мэриленд в колледже, да? Да. Поехал в Израиль, в Мэйшу, ешиву. Учился в Мэйшиве. Возвратился сюда. После того, как он возвратился сюда, в Америку, он был рабаем в Кентаке, в Теннесси. Он был рабаем в... он был рабаем в Олбани. Причем в то время это было поразительно, что ортодоксальный еврей и рабаем... становится рабаем в консервативных синагогах. Он был рабаем в консервативных синагогах. Почему? Потому что, во-первых, в то время, наверное, как и сейчас будет, не дай бог. Окей? То, что тебе дают, то ты берешь. Если тебе дают где-то позицию, за которую платят, ты ее берешь. Но одновременно это показывало то, что у него была огромная любовь к ближнему еврею, потому что он вышел из нерелигиозной семьи, и потому что он был в науке и видел весь мир вокруг другими глазами, он понимал, что нужно людям. людей не обладают интеллектом Эйнштейна. Люди не обладают эмоциями раба Нахмана или эмоциями кого-то, кто может... эмоциями артиста, сказочника. Люди, мы все простые люди, нам что-то надо дать на тарелочке, чтобы нас раскрыло. Он видел это, у него была любовь к ближнему, любовь к еврею. Поэтому он видел и чувствовал. Он был пророком. Вот я скажу, что я его вижу как пророк, потому что что такое пророк? Если вы, ребята, любите фантастику, как я, научную фантастику, вы наверняка посмотрели или посмотрите научно-популярный документальный фильм «Фантасты как пророки». Он так и называется по-английски. Окей? Science fiction as a prophecy. Потому что science fiction, научная фантастика, смотрит вперед, как развиваются люди, как развивается общество, что нам может принести это. Жюль Верн говорил там о подводной лодке, когда еще ничего не было даже в мыслях ни у кого нет. Уэллс говорил о пришельцах и вольной мировке. Неважно, Беляева там все мы читали. Мы читали все, что угодно. Поэтому они смотрят вперед. Айзек Азимов с компьютерами. Кто может вообще подумать, что мы сейчас живем в мире Айзека Азимова? Он смотрел вперед и видел. Этот гифт, этот подарок ему был дан свыше, и поэтому он хотел его передать нам. Он видел, что этот подарок, пророчество, дается еврейскому народу. И это непростые слова. Еврейский народ видит что-то настолько глубоко и чувствует Всевышнего всеми фибрами своей души, что это порой нельзя объяснить. Поэтому Раббай Каплан, видя, как он пришел к религии, видя его связь со Всевышним, видя то, что он может, хотел передать это другим. Поэтому в его доме на ИС-3 в Кенгзингтоне, где я жил рядом и молился в той же синагоге, но, к сожалению, застав только его семью, а не его, он проводил каждый день, несколько раз в день, может быть, иногда, курсы по мистике. И эти курсы посещали люди, которые иначе бы или одновременно ходили на курсы йоги, ходили на курсы хиндуизма в Манхэттене, Харе Кришна, привет-привет. Но он открыл мистический мир этим людям, и из них огромное количество принесло его знания в наш мир, в нашу среду. То есть это Араббай Каплан. Я хочу добавить мгновение, сказать, что мудрецы говорят следующее. Со времен разрушения храма пророческий дар был отнят у пророков. Впрочем, Талмуд говорит, пророческий дар был отнят у пророков, но пророческий дар никогда не был отнят у мудрецов. Поэтому мы находим много пророчеств в Талмуде, мы находим много пророчеств у мудрецов. Поэтому в твоем высказывании, что ты видишь в нем мудреца пророка, оно подтверждается нашими источниками. Итак, продолжай. Сто процентов. Если вы слушали, что я сказал, я сказал следующее, что он не был пророческий дар, что он любил евреев. Он видел, что евреи должны выполнять связь между Всевышним и нашей жизнью, и нашей юниверсой. И поэтому он хотел сделать евреев пророками, чтобы мы возвратились к тому времени, когда были школы пророков, когда каждый ходил и чувствовал на себе руку Всевышнего. Как мы это чувствуем? Для него это чувство являлось во время его молитвы, как говорила его жена. Он не сядился в позу лотоса. Он не одевал белые одежды и вертелся в кругу, как суфис или тервишес. Несмотря на то, что влияние суфис и тервишес в нашем мистическом наследии очень высоко и очень большое. Он уходил в молитву. То, что я вам сейчас говорю, это свидетельство его учеников. С одним из них я очень-очень близок, с учеником, который был у него в доме, который был с ним. А то, что я говорю, что он уходил в молитву и не садился в позу лотоса, это так говорила его жена. И так говорит его жена. Что происходило? Это хит-боденут. Хит-боденут уходя в свое место, в свой спейс, открывая рамки своей души, своего существования, своего тела. Поэтому он видел, что для него это его путь через молитву. Одновременно он видел, что этот путь он не может дать всем. Потому что мы, когда берем молитвенник, там очень много. Мы не понимаем арамеев, мы не понимаем хибру, мы не можем internalize. Я не говорю, что все. Я говорю, что кто-то, какое-то маленькое количество людей может через это уйти, а кому-то надо какую-то другую стезю, другую тропинку. И он стал говорить о пути медитации. Для него убирание людей из мира, который учит йоговскую медитацию, который учит Zen Meditation, который учит Taoist Meditation, я бы не сказал, но различные типы, Transcendental Meditation. Мы можем называть это как угодно, окей? Но он хотел показать, что в еврейской традиции это глубже есть, и на это надо обращать внимание. Теперь перейдем, что же такое медитация? Его, на минуточку я еще скажу следующее, что его методика недоступна для всех. То, что он написал, еврейская медитация, медитация Каббала, медитация и Библия, это труды для людей, которые уже что-то понимают. Потому что просто так взять систему Абу-Лафини и начать комбинировать буквы и начать комбинировать слова, звуки и внутреннюю энергию, я не знаю, кто это может сделать. И я думаю, что в данный момент в нашем мире считанные люди, которые будут даже вас учить, как это можно сделать. Несмотря на то, что в его книгах это все расписано. Но для этой стези нужна подготовка, нужен специальный интеллект и нужен якорь. Он начал давать уроки по Каббале. И медитация у него была одним из главных поводов раскрывать это людям. Люди приходили к ним, к нему уже в какой-то степени подготовленные. В данный момент у меня есть несколько записей его лекций, где он говорит об очень глубоких вещах. И люди, которые приходят к нему и сидят на его уроках, сидели на его уроках, они были очень-очень подготовлены. Давайте перейдем обратно, наверное, на практические вещи. Что же нам сейчас надо делать? То есть мы не можем брать имя Всевышнего и распевать его на разные лады и думать, как мы можем утереться. Во-первых, нужна техника. Так же, как я читаю по слогам, иврит, и меня заставляют повторять 20 тысяч раз одно и то же слово, для того, чтобы я его запомнил и понял, и оно у меня вошло во мне. То же самое в медитативных искусствах. В первую очередь надо научиться себя calm down, успокаивать. Надо научиться сесть и отделить окружающий мир от всего, что нас окружает. Два раза одно и то же слово, неважно. Окей? В данный момент нас нервирует все. Нас нервируют дети, с которыми мы живем, если мы живем с ними. Нас нервирует то, что происходит в бизнесе, потому что мы не можем контролировать это. Нас нервирует государство. Если мы демократы, мы злимся на республиканцев, как моя жена. Если мы республиканцы, мы злимся на демократов, как я. То есть все, что вокруг нас, нас в принципе очень-очень раздражает. Или дергает, или беспокоит. И поэтому в шаббат мы берем бутылку водки, ставим на стол, я коньяк, окей? Или уиски. Окей, ставим на стол и enjoy шаббат, потому что шаббат это время минуха. Но во время нашего карантина прекрасный период, когда можно научиться каким-то новым skills, новым вещам. Медитация, как я сказал в самом начале, это изучение себя. Как мы изучаем себя, окей? И для чего мы изучаем себя? По Рабай Каплану мы изучаем себя и становимся пророками. Для того, чтобы стать пророками, надо сделать не ума, не объятное усилие, а точить себя. Мой учитель рассказывает следующую китайскую сказку. Ехал император и видит из окна своей кареты или повозки или носилок, паланкина, сидит женщина и строгает металлический брусок. Он приказывает своим слугам остановить, подходит к женщине или посылает кого-то к женщине и говорит, ты что, дура? Брусок строгать, металлический. Зачем тебе это надо? Она говорит, я делаю из него иголку. Он на нее посмотрел и говорит, ну действительно, дура, дай бог, чтобы у меня таких подданных не было в моем государстве. И поехал дальше. Через десять лет или через пятнадцать лет, неважно через сколько, ему приносят бесподобную одежду, сотканную самыми лучшими мастерами. Он не понимает вообще, откуда это одеяние пришло. Такого он никогда не видел. Он говорит, вызовите ко мне этого человека, который соткал это все. К нему приходит эта старая женщина и говорит, ты помнишь меня видел? Так вот из этого бруска я сделала иголку, из которой я соткала тебе, соткала, соткала тебе бесподобную вещь, которую ты сейчас надеваешь. Это мы. Брусок – это мы. Женщина, которая нас строгает, это наши учителя и жизнь. И мы сами. Для того, чтобы выстрогать из бруска иголку, нужно неимоверное усилие, неимоверное терпение, неимоверная удача. Когда мы идем вовнутрь, во-первых, мы сбрасываем свои одежды, потому что мы не чувствуем уже рубашку, которая на мне сидит, я хочу хорошо выглядеть. Я не подстрижен, потому что сейчас нельзя стричься, я сижу в карантине. Может быть, я много жжу сейчас, потому что мне нечего делать и холодильник у меня не закрывается. И как в том анекдоте, на какую дверь вы поставите мизузу? На ту, которая больше всего открывается. Иначе на холодильник. Окей. Я ухожу вовнутрь. Я должен быть успокоен. Я должен быть... Я должен отодвинуться от всего, что меня окружает. Для того, чтобы изучить себя, я не должен больше обращать внимание на общество. И одна из причин, почему медитативные искусства выросли и отточились в Индии, в Китае, много народу. Как ты себя закроешь? Значит, ты должен уйти в себя. Потому что тебя трогают здесь, или коммунисты, или император, неважно кто. Тебя трогают там, или браманс, или нищие касты. Неважно кто. Ты уходишь в себя. Ты смотришь, как ты можешь внутри посмотреть на себя и стать той женщиной, которая оттачивает металлический брусок, который, в принципе, это твоя душа, на которую наложилось очень много в течение твоей жизни. Я хочу поблагодарить тебя, Илья, и сказать, что я предлагаю, чтобы наша сегодняшняя с тобой беседа стала предисловием к тому, что такое иголка, из которой мы будем шить и на самом деле шьем, хотим мы того или нет, себя, свой характер, свою жизнь. И инструментом в данном случае является, мы называем это слово медитация, но очевидно, то, что ты сказал, как бы познание себя в первую очередь. Я правильно понял, да? Правильно. И у этого есть очень много плюсов, минусов. Мы успокаиваем себя, убираем high blood pressure, высокое давление, нервы и тому подобное. То есть мы можем это делать для очень многих вещей. Я предлагаю тогда посвятить нашу следующую с тобой встречу практическому занятию. Знаешь, говорят физики, теоретики и физики прикладной науки, физики спорят, спрашивают, что важнее, хорошая теория или хорошая практика. Отвечают, что профессор Ландау, теоретик, говорил, что лучшая практика – это хорошая теория. В данном случае, то есть ты нам дал лучшую практику, которая, конечно же, замечательная теория, и она подготавливает нас к следующей нашей передаче. Поэтому я приглашаю тебя в следующий раз с нашими телезрителями. С удовольствием. Всего самого хорошего. Спасибо большое. Пока. Пока.